В Севастопольской школе номер 44 новую учебную неделю начали торжественной линейкой, во время которой победители одного из этапов Всероссийской Олимпиады школьников получили грамоты. После этого в аудиториях прошел классный час с сентября, ставший традиционным для всех учеников России. Им интересны детям были и разговоры об отце, они узнали очень много нового, и разговоры о музыке, и разговоры о бабушках и дедушках, и о том, какой вклад России в атомной энергетике. То есть все буквально, и о Циолковском прошло интересное занятие, то есть все, ни одно занятие мимо ребенка не прошло. Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери, праздник, призванный отдать должное человеку, особенному в жизни каждого из нас, предстоящему событию и посвятили новый разговор о важном, который ребята продолжили с нами после урока. Я люблю свою маму, она каждый день меня одевает, она обо мне заботится, она меня кормит, и я ее в принципе люблю, потому что это мой первый человек в жизни, которого я увидел. Для меня мама – это человек, который о тебе заботится, который с тобой с первых твоих дней, ну, который, как бы это сказать, он тебе поможет в любую минуту, ты сможешь с ним провести любимые моменты жизни. Разговоры о важном ставят на первое место диалог с ребенком, его вовлеченность в беседу о главных моральных ценностях. Школьники готовятся к занятию на ту или иную тему, выполняя задания педагога. Нам нужно найти, собрать слова, которые расскажут нам о том, какими чертами обладают наши мамы. Я попросила на сегодняшний урок нарисовать портрет мамы. Не все это выполнили, но практически очень много детей справились с этим заданием. Некоторые портреты, конечно, смешные, это портрет пятиклассника, его мамы, но они все выполнены с любовью, они старались, они творили этот портрет. Это хорошо. Сейчас дети, вот занятие идет, и они составляют синквейн о маме. Этот синквейн мы прочитаем на эротическом собрании. Ближайшее занятие в рамках цикла «Разговор о важном» в следующий понедельник будет посвящено главным символам России. Максим Давыдов, Александр Рустич, Севинформбюро.